Приветствую на канале Mav. В этом видео я покажу, как попасть в метавселенную Decentraland. Захожу на официальный сайт Decentraland.org. Сразу нажимаю кнопку Get Started. Других здесь и нет. Сайт предлагает скачать клиент, то есть отдельное приложение для компьютера. Если у вас Windows, то рекомендую именно этот вариант. Клиент работает быстрее, версии для браузера и не зависает. Если же у вас Mac или по какой-то другой причине нет возможности скачать приложение, то жмите Explore on Web. Тогда вы войдете в Decentraland с браузера. Этот вариант я тоже рассмотрю, но чуть позже. Если что, в описании есть таймкоды. Файл install.decentraland.exe весит всего 60 мегабайт, поэтому скачивается достаточно быстро. Сразу открываю его. Начинается установка. Здесь всего один шаг. Нужно выбрать папку, либо оставить как у меня на диске C Program Files. Главное, чтобы в указанном расположении было достаточно свободного места, хотя бы 200 мегабайт. Жму установить. Установка у меня заняла всего 20 секунд. Оставляю галочку напротив пункта запустить Decentraland и жму готово. Приложение открылось. Теперь можно зайти с подключением своего крипто кошелька, либо как гость. Во втором случае вы зайдете в Decentraland сразу, но изменения и настройки сохраняться не будут. Поэтому лучше пользоваться первым способом, но он чуть сложнее. Нажимаю Connect with Wallet. Здесь снова два варианта подключения. С помощью QR-кода, либо десктоп-приложения. Самый распространенный кошелек – это MetaMask, поэтому покажу именно на его примере. Вам понадобится установить MetaMask на свой смартфон. Он есть и в App Store, и в Play Market. Если он у вас уже есть в виде расширения для браузера, то можно экспортировать из него секретную фразу. Получится, что доступ к одному кошельку у вас будет просто с двух разных устройств – с браузера на компьютере и со смартфона. На нашем канале есть отдельное видео о настройках MetaMask, поэтому сейчас я долго останавливаться на этом не буду. Итак, в правом верхнем углу приложения MetaMask есть сканер. С помощью него сканирую QR-код с экрана. На телефоне появится сообщение и нужно нажать подписать. Никакой комиссии за это не списывается. Это просто подтверждение входа. Теперь жду пару секунд загрузку. И вот я уже в метавселенной Decentraland. Сейчас еще покажу, как заходить с помощью кошелька MetaMask в веб-версию. На официальном сайте decentraland.org нажимаю на Get Started. И теперь вместо того, чтобы скачивать приложение, нажимаю Explore on Web. Здесь все так же, как и в приложении. Два варианта входа. Можно подключиться с помощью крипто кошелька. Либо, если его нет, то войти как гость. Но тогда ваши действия и настройки сохраняться не будут. Поэтому лучше потратить 5 минут, чтобы обзавестись крипто кошельком. Это очень полезная вещь не только в Decentraland. Итак, нажимаю Connect with Wallet. Здесь несколько вариантов подключения для разных кошельков. MetaMask самый распространенный вариант. Это расширение для браузера. О том, как его установить, на нашем канале есть видео. Ссылка в описании. Fortmatic – это самый простой в использовании кошелек. Для входа в него нужен привычный логин и пароль. Wallet Connect – самый безопасный вариант. Это кошельки, установленные на смартфон. Например, та же самая мобильная версия MetaMask или какое-либо другое приложение. Я пользуюсь MetaMask, поэтому выбираю именно этот вариант. При первом входе понадобится подключить кошелек к сайту. Для этого нажимаю во всплывающем окне «Далее» и затем «Подключиться». Затем запрашивается подпись. Это необходимая процедура при каждом входе. Никакой комиссии за это не списывается. Просто нажимаю «Подписать» и жду окончания загрузки. Прогружается все очень долго, но тем не менее я зашел в метавселенную Decentraland с браузера. Сначала сильно зависает, потому что на компьютере даже со средней мощностью здесь сложно добиться стабильной работы. Поэтому я вернусь в приложение и покажу еще несколько лайфхаков, которые обязательно пригодятся при первом входе. Настройки управления очень простые. Если вы когда-нибудь играли в компьютерные игры, то быстро разберетесь, как двигаться. Если нет, вас выручит клавиша C. Она открывает шпаргалку, где написано, какая кнопка за что отвечает. И еще одна важная клавиша, которая пригодится – Tab. Она открывает меню. В нем вы найдете информацию об интересных местах и актуальных событиях. На следующей вкладке ваш рюкзак, чтобы приодеть аватар. Далее карта, которая поможет быстро телепортироваться в нужную точку метавселенной. Builders, скорее всего, вам не понадобится. Это для тех, кто уже купил землю и собирается что-то строить. И, наконец, настройки. Здесь можно подкрутить графику и звук, чтобы путешествовать было приятнее. Но главная функция, которая отличает метавселенную от любых игр – это коммуникация с другими пользователями. В Decentraled можно общаться с помощью микрофона, чата или эмоций. Все эти опции расположены в левом нижнем углу. Жму правую кнопку мыши, и у меня появляется курсор. Нажимаю по микрофону и удерживаю, чтобы говорить. Hello? Сегодня народ не очень общительный. Чаще люди предпочитают использовать текстовый чат. Это следующая иконка. Его видят все, кто стоят рядом. Дальше – список друзей. Добавив друга, вы можете разговаривать с ним лично, а также видеть, где он находится и телепортироваться вслед за ним. И, наконец, список эмоций. Смайликов в чате нет, потому что свое настроение принято показывать аватарам. Их очень много. Приветствия, безудержное веселье, танцы. Можно делать то же самое с помощью клавиш. Я нажимаю B и какую-нибудь цифру. И последняя, но очень важная вещь, которую вам нужно знать. Может оказаться, что вы с другим человеком зашли в Decentraland, но не видите друг друга. Дело в том, что этот виртуальный мир разделен на несколько параллельных метавселенных. Они выглядят одинаково, но люди в них разные. Это такая техническая издержка, которая не позволяет находиться большому количеству людей на одном сервере. Сейчас покажу. Я вновь открываю меню клавиши Tab и в правом верхнем углу нажимаю на логотип Decentraland. Здесь список так называемых реалмов. Подобие серверов. Название, количество и кнопка Warp In, чтобы перенестись в нужный реалм. Происходит все моментально и ничего кроме людей вокруг не меняется. Ну а что делать дальше? Выбирайте сами. На нашем канале есть видео про 5 мест Decentraland, который стоит посетить в первый раз. Ссылка в описании. А еще мы выпускаем обзоры новых локаций и рассказываем об интересных новостях. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики с исследованием метавселенной. До скорого!